Вера в потусторонний мир явления, сопровождающая человечество на протяжении тысячелетий. Люди всегда искали ответы на вопросы о смысле жизни и о том, что же на самом деле происходит после смерти. Религиозные учения церкви предоставляют вам эти ответы. Но что такое церковь на самом деле? Вне зависимости от конкретной религии, церковь всегда является иерархической структурой. На вершине этой иерархии тот или те, кто в данной религии считаются знатоками и обладателями истины. Они являются посредниками между человеком и божественным миром. За всеми религиями мира, за всеми церквями стоит невероятно огромная и очень темная тайна, разгадка которой грозит существующему миропорядку катастрофой. Приветствую вас на канале Нулевой Пациент. Сегодня вы наконец-то узнаете эту мрачную тайну. Религия в Соединенных Штатах приносит годовой доход, внимание, в 1,2 трлн долларов, что сопоставимо с 15-й по размеру экономикой мира, что превышает доход 10 самых больших технологических компаний мира, включая Apple, Amazon и Google. Такая цифра возникает при расчете всех зарплат, помещений, школ, церквей, образовательных и благотворительных программ, халяльного и кошерного рынка, а также многого другого. Религия, вера и церковь – самый выгодный бизнес из всех существующих на планете, так как он продает лишь надежду. А для промышленного производства надежды не нужны материальные мощности и ресурсы. Все было создано до нас и нужно лишь правильно использовать наработанную схему. С Европой дела обстоят не хуже, чем с Америкой, и цифры в графе заработок для европейских церквей исчисляются в годовом выражении в сотнях миллиардов евро. Еще в 2015 году, например, только немецкие католики и евангелисты помогли своим церквям заработать более 11 миллиардов евро. Католическая церковь является одним из самых крупных землевладельцев в мире и одним из самых крупных держателей наличности на собственных счетах, в собственных банках. По прирожденному праву католическая церковь может, независимо от гражданской власти, приобретать имущество, удерживать его, управлять и распоряжаться им для достижения свойственных ей целей. Во многих странах на государственном уровне законодательно разрешено церквям взимать налог со своих прихожан в размере 8-9% от подоходного налога. Среди полностью исламских несколько стран являются крупнейшими поставщиками нефти и газа. На государственном уровне во многих мусульманских странах осуществляется финансирование исламской церкви. Практически во всех странах мира священнослужителям, монахам и монашкам платится зарплата. Например, в США зарплата монашки начинается от 24 и достигает 65 тысяч долларов в год в среднем. Не стоит забывать, что жилье, а также еда и культовая одежда предоставляется священнослужителям бесплатно. Я ни в коем случае не забыл о православии, которая уже много лет купается в безумной роскоши. Цифры ее прибыли ввиду отсутствия достоверной информации просто невозможно посчитать. Конечно же, речь идет о десятках миллиардов долларов прибыли в год. Религия – самый выгодный бизнес на земле. Верующие – это рынок. Верующие могут существовать без церкви. А вот церковь без них нет. Верующие для всех церквей – это источник жизни, смысла, денег и власти. Для того, чтобы одни коровы не потерялись среди чужеродного стада, когда они гуляют по огромному пастбищу, хозяин клеймит их. Оставляя авторское клеймо, указывающее на принадлежность коровы к определенному хозяину. У католиков, когда ребенок рождается, его следует как можно быстрее покрестить. То есть сделать католиком. Так как если этого не сделать и младенец умрет, он попадает не в рай, а в лимб. Это не ад, но место малоприятное. Там обитают все хорошие люди, родившиеся до появления Христа, или же просто хорошие люди, некрещенные, которые погибли. В средние века верующие и неверующие люди, видя запредельную детскую смертность от самых пустяковых болезней и инфекций, желая, чтобы их отпрысков ждал лишь рай, спешили как можно быстрее покрестить после рождения собственных детей. Так те становились католиками или же христианами других конфессий. В иудаизме мальчиков обрезают на восьмой день жизни, если нет противопоказаний по здоровью. В исламе нет четкого предписания, когда нужно осуществить обрезание. Однако пророк Магомед рекомендовал проводить эту процедуру в раннем возрасте. Сам он обрезал своих сыновей на седьмой день жизни. Мне кажется, обрезание уникальной процедурой, ведь благодаря ей не только ставится клеймо, привязывающее человека к определенной церкви, но это еще и позволяло в древности понять самке, с каким самцом она точно спаривается, во что он верит и во что будут верить ее дети от этого самца. Все аврамические религии, которым принадлежат души более половины населения планеты Земля, клеймят своих представителей через различные ритуалы. Чтобы не упустить, так сказать, будущую дойную корову, ритуал клеймения необходимо провести как можно раньше, чтобы у человека просто не было выбора, чтобы он не мог сам принять решение. Когда взрослый человек, понимающий, что у него никто не спросил мнения, вдруг решает, что он не хочет быть частью какой-то веры, он обрекает себя, по мнению верующих, на очень страшное будущее. Ведь отвернуться от своего бога страшнее грех, чем некрещенный ребенок, попавший в лимб. Удобная схема, правда? Вся жизнь человека это очень затяжной и долгий прыжок из утробы матери в гроб. Если вам повезет, этот прыжок будет длиться 80-85 лет. В этом мире это очень хороший показатель. Основное количество прыгнувших весьма часто будут думать о смерти, и это будет пугать их. Несмотря на заверения религии, церквей и тексты священных книг, у нас нет никаких доказательств того, что жизнь после смерти существует. Для человека нет ничего более пугающего, чем небытие. Даже, наверное, ад не так страшен, чем полное несуществование. Но можно не переживать, так как клеймо, полученное в детстве от одной из церквей, позволяет заручиться надеждой и иногда даже уверенностью, что твоя религия и церковь подарят тебе вечную жизнь. Нечто, что так желают получить все верующие миры. Да, самое интересное, все религии мира, которые под себя подминают 98% верующих, это прежде всего вера в жизнь после смерти. И если ты будешь хорошо и правильно себя вести, как тебе это говорит религия и церковь, эта самая жизнь после смерти будет очень даже хорошая. Но если у тебя нет церкви, если нет клейма, то участь твоя незавидна. Вдумайтесь только, ты можешь быть очень хорошим человеком, практически святым, спасти миллионы невинных жизней, выдумать лекарства от всех болезней и победить голод во всем мире. И все равно вечной жизни и рая тебе не видать, если ты не часть какой-то религии, не часть какой-то церкви, если у тебя нет клейма. В лучшем случае тебя ждет лимб, а так гореть тебе в аду вечно. С другой стороны, и это очень интересно, в некоторых религиях ты можешь убить или даже перерезать горло человеку, и тебя за это ждет однозначно рай, почет и девственница. Представьте себе мир, где все мы, люди, точно знаем, что смерти нет, и нас после смерти ждет какая-то иная жизнь. После смерти нас ждет справедливое наказание, максимально эквивалентное тому, какой грех мы совершили по отношению к конкретному человеку здесь на земле. И именно этот человек или люди будут решать, как именно меня наказать. Тебе не нужно соблюдать какой-то канон, тебе не нужно клеймо, и ты сам решаешь, что тебе делать и куда тебе идти после смерти, если ты вел себя хорошо. И счет тебе предъявить некому. Ты сам решаешь, родиться тебе вновь или остаться в астральном мире, родиться тебе птичкой или ангелом, отправиться в рай общий или создать персональный. Или, быть может, ты отправишься в далекие галактики, чтобы изучить их. Если ты хороший человек, мужчина или женщина, то лишь тебе решать, что тебе делать. Хороший мир, справедливый, правильный, не так ли? И он должен быть таким. Однако, исходя из церковных правил, ты не субъектен, ты не создатель, ты предмет, и твою участь решат в зависимости от того, насколько ты правильно функционировал в соответствии с правилами, которые тебе огласили в процессе клеймения. Ты не можешь выбирать себе судьбу ни в одной из религий. То, как ты можешь ее прожить, чтобы обеспечить себе вечную счастливую жизнь, уже предписано. Совершая иной выбор, без выбора, ты обрекаешь себя всегда на страдания. Иной опции просто нет. Или так, или так. Церковь, религии и те, кто за этим стоит, это всегда диктат. Что по сути есть вера и религия? Конечно же, это надежда. Надежда на справедливость в нашем очень несправедливом мире. Надежда на счастье в мире, где почти все несчастливы. Надежда на покой в мире, где очень неспокойно. Надежда на вечность в мире, где хорошие вещи очень быстро заканчиваются. А еще и это очень важно. Это надежда обрести вновь людей, которых очень любил, но утратил. Я знаю атеистов лично, которые были такими до момента, пока они не потеряли тех, кого бесконечно любили. После этого они становились верующими, ждущими вновь встречи с любимыми. Безумная тоска и самые чудесные воспоминания фактически делали их верующими. И в этом смысле, конечно же, вера и религия – очень хорошие явления. Куда лучше, чем отчаяние и безверие. Плохо другое. Если ты хочешь это получить, то ты должен строго выполнять условия и заслужить благосклонность богов и их подопечных. Даже здесь, на грешной земле, к самым страшным педофилам и убийцам пускают родных и близких на многочисленные свидания. Есть даже супружеские визиты, когда заключенный или заключенная и вторая половинка могут провести друг с другом не один час и даже не один день. За подобные опции церковь и религии требуют лояльность и строгое соблюдение канона. С другой стороны, есть те, кого адские муки пугают больше, чем тюрьма. Эти люди ведут себя хорошо лишь, боясь того, что бог все видит. Исходя из этого, вывод можно сделать только один. Религии – это самые первые конституции, которые были на земле, а также первые криминальные кодексы, утверждающие, что от наказания все-таки «Уйти тебе, засранец, не удастся». Но, несмотря на все трудности и вопросы, у каждой веры есть свой смысл, своя глубина. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание на мою книгу. «Самоэль. Биография Сатаны». Это мистический триллер, который, безусловно, сможет удивить вас и заставить размышлять о вещах, которые давно были скрыты от вашего взгляда. Понимаю, что можно подумать, но это все-таки не автобиография. Эта книга стала бестселлером, который заслужил своим сюжетом не только положительные отзывы, тысячи читателей, но и критиков. Вы можете узнать больше об этой книге и приобрести ее, перейдя по ссылкам в описании под этим видео. Пророк Моисей убивал людей собственными руками и был причастен к убийству египетских младенцев. Пророк Магомед был полководцем, участвовавшим в кровавых битвах, один из самых значимых христианских святых, Иоанн Златоуст, сказал, убийство по воле Бога лучше, чем любое человеколюбие. Если ты поступаешь так, как велят тебе боги, даже если это убийство детей, это хорошо и правильно. За это тебя после смерти, а может и при жизни, щедро отблагодарят. Вполне возможно, ты даже станешь главным пророком какой-нибудь религии, несмотря на то, что пропагандируешь Бога, который на самом деле больной на голову, кровавый психопат. Церковь является устами Бога на земле, и именно она решит, можно ли кого-то убивать в крестовых походах, кого можно распять, и за что именно, кому можно отрезать голову и при этом заслужить любовь Бога. Церковь решает даже порой, когда тебе жить, а когда умереть. Боги никогда не говорят сами, вначале они говорят только через своих пророков, потом через книги, а далее через церковь. И ты должен будешь поверить в это и соблюдать, если хочешь получить то, что было обещано при клеймении. Вначале ты покупаешь надежду, а потом, возможно, то, что она в себе содержала. Расплату за лояльность к конкретному стаду и исполнение конкретных правил. Удивительно, но такая жизнь весьма мало чем отличается от обыкновенной повседневной светской жизни каждого из нас. Нет ни одной священной книги, которую бы написал какой-то Бог сам. Все они написаны пророками, людьми. Нет ни одной такой книги и свода правил и событий, которые бы не трактовали церкви и священнослужители. Коран, Евангелие, Тора, Бахагават, Гита. Огромное количество текстов было написано позже людьми, которые, как они считали, могли интерпретировать святые писания. Далее эти интерпретации становились правилами и каноном церкви, о которых изначально пророки или боги даже и не говорили. И, конечно же, это всегда было направлено на укрепление власти конкретной церкви, но никогда на ослабление. Очень удобно. У меня вопрос к верующим. Что ваш Бог или боги, что ваши ангелы делают без людей? Вот так же, как было, например, с динозаврами. Прилетел метеорит и всех людей уничтожил. Все. Никого из нас больше нет. Ваши боги и ангелы занимаются хоть чем-то, кроме людей. У них есть какие-то хобби? Они чем-то увлекаются? Может быть, каким-то спортом? Ходят ли они на свидания и в кино? Ответ – нет. И это очень категоричный ответ. Все без исключения религии информация об их мистической части связана с людьми. Бог создает человека, так как ему скучно или потому что ему нужна помощь. А потом он ноет, потому что страдает из-за того, что мы плохие, а потом нужно создавать рай и ад для нас, засранцев, чтобы наказывать и поощрять. И он не отбаливает ни на секунду. Он все равно командует нами и живет с нами даже в раю. Ну или мы с ним. Вся его жизнь – это мы. Весь метафизический мир – это взаимодействие с нами из-за нас и обслуживание процессов, связанных с нами. Мы в этом плане более самостоятельны и порой друг друга нам для жизни вполне достаточно. Бог не может существовать без людей. Ему просто в таком случае нечем заняться и неоткуда извлекать свои эмоции. Без человека Бог невелик, а обыкновенен, так как ему нет на фоне кого быть великим, способным на все Богом. Мы люди иные, и среди нас есть люди, которые позиционируют себя как атеисты или неверующие, и они при этом не циники и не подонки, а очень хорошие люди. И без Бога они полноценны. Церкви не могут существовать без верующих, как и религии и Боги. Все это ущербно без людей, а значит, все это должно обслуживать нас. Но нас убедили, что мы должны обслуживать их. Бог, который получил больше всего верующих на земле, однажды сказал, плодитесь и размножайтесь. Это самое главное напутствие, которое он дал нам, его творениям. Данный принцип наиболее важен, друзья, для процветания бизнеса на ферме. От нас никто ничего не скрывал, называя овцами божьими и паствой, которую нужно пасти. Конечно же, каждая ферма что-то изготовляет, будь то молоко, мясо или шерсть. Даже самые добрые веганы, скупающие домашний скот, чтобы его не пустили на мясо в итоге, или создают зеленую органическую ферму, чтобы выжить, или контактный запарк с платным входом. Конечно же, наша ферма что-то производит, и лишь ради этого ее и создавали. Конечно же, Бог не дурак, и ему есть чем заниматься в огромной вселенной. Ныть постоянно из-за скота, пустая трата времени. Так уж вышло, что во вселенной не существует рая и ада. Их быть в принципе не может, ведь все ваши нервные волокна, которыми вы испытываете боль, сгниют в земле. И когда грешник пылает в огне, у него ничего не может лопаться, жариться, ведь его кожа, кости, мышцы и органы гниют в земле. Но для скота, дабы добывать то молоко, которое нужно, следует создать рай и ад. И это самая идеальная манипуляция, которая позволяет добывать молоко нужного качества. Во всех религиях есть инструкция, как нужно себя вести, что есть и с кем спать. Соблюдение такого образа жизни позволяет корове давать очень высококачественное молоко, а точнее элемент, ради которого и существует, ради которого и создавалась эта ферма и каждый из нас. Давая высококачественное сырье, вас отблагодарят после смерти. Церковь получает взамен власть, деньги и безнаказанность, так как она способствует увеличением надоев молока, способствует тому, чтобы ферма работала стабильно, а коров становилось все больше. Следует быть откровенным и называть вещи своими именами. Никто в Бога не верит. И никто в него не верил бы, если бы точно знал, как обстоят дела на самом деле. Среди мусульман появляются открытые геи. Недалеко от Мекки пляшут наркоманы на фестивале танцевальной музыки Middle Beast. Папа Римский не осуждает геев. Иудеи едят иногда свинину. Буддистские монахи изготавляют и распространяют через свои храмы наркотики. Всем на все наплевать. И любой вопрос веры решается определенной суммой в долларах или же возможностью жить хорошо. Если речь идет о роскоши, то тут не устоят никакие верующие и священнослужители. Хорошие и дорогие вещи любят все. В мгновение, когда у нас появляется возможность получить это, Бог может и подождать. Все это понимают. частные самолеты, роскошные лимузины, лучшие гостиницы во время зарубежных визитов, дорогие резиденции в разных странах мира, часы, яхты и обожания. Все это предоставлено в распоряжении высших клириков различных религий. И каждый, кто является частью этого мира, будь то монах, монахиня, мула, гуру, лама или рэбе, желает подняться как можно выше, где все это станет принадлежать ему. Чтобы это получить и ни в коем случае не потерять дойных коров, можно и уступить многим принципам. Католическая церковь больше не осуждает геев, а в Саудовской Арафии уже спокойно можно ходить приезжим женщинам без хиджаба. А также, если вы того пожелаете, можно купить кокаин в отличном качестве. Я это знаю из супер достоверных источников. Эй, расслабьтесь. Нужно идти в ногу со временем и не терять же власть деньги и молоко только по той причине, что мы не можем немного подвинуться в наших взглядах на этот мир. Это очень нерентабельно и все церкви мира это понимают. Поэтому в будущем мы будем видеть не только как на исламской земле возводят единый храм трех религий, но и более серьезные демократические и либеральные изменения. Приготовьтесь, это ждет все церкви. Все, лишь бы современная паства, идущая в ногу со временем, была довольна и оставалась с церковью. Бог не всесилен относительно той силы, которая могла бы быть у него, но он всесилен относительно той силы, которую абсолютный считает человек. Некой совершенной силой через некий элемент, который изготавляет наша ферма, наделяет его люди. Если бы Бог был всесильным, то всего этого бы просто не существовало. Абсолютные вещи скучны, они равны смерти, несуществования. Поэтому наш Бог не абсолют, и он нуждается в нас больше, чем мы в нем. Ему незачем страдать из-за наших грехов, он и не страдает. Он мог бы остановить все мировые войны одним своим появлением, он мог бы предотвратить все катаклизмы, убивающие людей, а также мог бы избавить всех нас от болезней, но он не будет этого делать. Почему? Потому что все процессы на ферме идут своим чередом и идут, следует сказать, идеально. Страх, горе, чувство вины, мучения и страдания, надежда на жизнь после смерти, вера, мольба, конфликты, боль, все это всегда будет частью нашей жизни, так как именно это доит из нас молоко, то, что ему от нас больше всего нужно. Все, без исключения, политические решения, религиозные и наиболее знаковые, конечно же, принимаются и происходят на фермы в интересах хозяина фермы вашего бога, земляне. Все, что нас контролирует политика и религия, бизнес и власть во время самых больших сборов урожая молока объединяется воедино, дабы сделать все так, как велит им их бог. Война, время, когда все объединяются, чтоб скот терял как можно больше молока. И когда речь заходит о деньгах и власти, церковь ради власти и войны с удовольствием меняет свое отношение ко многим вещам, которые для нее были, казалось бы, нерушимыми. И это нормально, потому что, когда разговоры и проповеди заканчиваются и приходит время сути, все прекрасно понимают, суть лишь в одном, во власти, деньгах, возможностях и элементе, который должен предлежать тому, кто эту ферму и создал. Наше дело терпеть и идти тем путем, который нам предначертан. Ты, человек, не можешь быть свободным. Ты никогда не будешь на вершине пирамиды. Тебе никто не даст этого сделать. Размножайся, потребляй, страдай, сдохни. Получил немного вознаграждения и по новой. Тебе, человек, никогда не дадут прыгнуть выше головы. И твои собратья, верующие и не очень, церкви и религии, власть проконтролирует это. Как только у тебя появится возможность прыгнуть выше твоей головы, и эта возможность будет реальной случиться финальная жатва, финальный забой на ферме, после которой на ферму будет заселено новое поголовье максимально послушного скота. Зло и страдания, всевозможные проблемы будут на этой планете всегда, потому как для источника этого зла это совсем не зло, а часть отлаженной схемы функционирования фермы. Нечто, с чем мы имеем дело настолько велико, сильно и масштабно, что мы не можем этому сопротивляться и противостоять. За все время существования фермы лишь одна корова воскресла по собственному желанию, а по научным данным за все время существования человечества нас родилось и умерло 100 миллиардов человек. Одна корова из 100 миллиардов мы безнадежны. Поэтому все продолжится и будет лишь усугубляться. Все то, что пугает коров, благодаря чему надои увеличиваются. Хороший отец или мать никогда не позволят своим детям проходить через подобное. Наверное, дело в том, что мы как раз и не дети, как коровы фермеру не дети, а источник дохода, сытости и жизни, так и богу и церкви мы не дети. В индуизме есть прана, в китайской медицине и философии энергии отцы. Кто-то называет это маной небесной, кто-то духом святым. В многочисленных древних учениях со всего мира есть информация о чем-то, что необходимо человеку, чтобы быть полноценным, жить счастливо и иметь доступ к мистическому и духовному миру. Однажды Франц Антон Мессмер, человек, создавший гипноз и теорию магнетизма, утверждал, что это нечто, способное изменить судьбу человека, если тот захочет. Быть может, тот, у кого этого некого элемента много, он и способен изменить свою судьбу и, например, воскреснуть, когда посчитает нужным. Именно поэтому это молоко не может и не должно ни в коем случае оставаться коровом, иначе она поймет, как и за счет чего становятся богами. Этого допустить никак нельзя. Дойка должна продолжаться постоянно. Так мы будем управлять судьбой людей, а не они свои. Так мы будем использовать преимущества и возможности молока, а не они. Очень многие подбирались близко к понятию элемента. Даниил Андреев, поэт и философ, прошедший через многочисленные лагеря, ввел термин Гавах, некая энергия страданий, сила, которую из нас пьют потусторонние силы. Но он был не совсем прав, потому как есть не только энергия страданий. Мне пришлось, друзья, изучить огромное количество исторических и современных научных документов и данных, чтобы найти наконец-то этот элемент, чтобы понять, что это такое, как он добывается и для чего нужен. Ферма, планета, Земля, все религии, боги и церкви существуют лишь ради этого элемента. Это нечто идет с нами через все наше существование. Мы существуем лишь для того, чтобы создавать это и отдавать тому, кто нас создал. И все, что я предлагаю, это не верить мне на слово, а ставить это молоко себе и проверить, что из этого может получиться. Может, произойдет что-то интересное и может уже с кем-то происходило. Каждый из нас сам решает за себя быть ему покорной коровой или стадом или не быть им. Каждый из нас сам решает быть ему хорошим человеком или плохим. Каждый из нас сам решает быть ему глупым или умным. В любом случае ни боги, ни религия, ни церковь не могут и не должны иметь к этому отношения. Лишь понимание, что есть правильно и неправильно, через эмпатию должно быть основой выбора. Когда ваш бог просит вас убить кого-то за какой-то пустяк или рисунок, за что-то, что совсем не равноценно убийству, шлите его нахер. Никто, кто умеет чувствовать и думать, кто не грязное, жестокое животное, не будет вас просить совершить нечто подобное. Самый большой разводняк нашей реальности заключается в том, что не мы их обслуживающий персонал, а они наш. Что не мы должны стоять перед ними на коленях, а они перед нами. Потому как мы здесь в мире материи способны создавать и накапливать нечто, без чего они не могут быть богами. И лишь нам решать, как коровам, кому мы будем, по какой цене и за что конкретно продавать наше молоко. Никто не имеет права говорить нам, что нам с этим делать. А единственное, перед кем мы должны отвечать за грехи, лишь перед теми, перед кем мы согрешили. Третьи стороны здесь не субъектны и не имеют права вмешиваться. В стенах храмов нет и никогда не было правды, но она есть в мире, который вас окружает. Любите тех, кто рядом, заботьтесь о них, пусть они будут вашими богами. Верите ли вы в бога или нет, факт остается. Религия оказывает огромное влияние на наш мир, она предлагает надежду и смысл жизни, но также накладывает свои законы и обряды, без которых вы ничего не получите. Важно задавать вопросы и искать понимание в этой глубокой и загадочной теме. Помните, ваша вера и ваша судьба зависят от вас самих, а не только от вероучений. Подписывайтесь на мой канал, и мы продолжим искать ответы вместе. До скорой встречи. субтитры субтитры субтитры